Нехорошо, Лизавета, женщине в твоем возрасте без мужика жить. Лиза сидела на кухне у своей бывшей свекрови и пила чай. Десять лет назад она развелась с ее сыном, алкоголиком, но со свекровью осталась в теплых дружеских отношениях, да и дети часто у нее гостили. Тогда, десять лет назад, Семеновна не осудила Лизу за ее решение, понимала, что жить с алкоголиком невозможно. Но три года назад Влад закодировался и, ко всеобщему удивлению, основательно завязал. Сначала он сам пытался вернуть бывшую жену, но получил категорический отказ. Тогда за дело взялась Семеновна. Стала активно приглашать Лизу в гости, дарить подарки без повода и без. Рассказывала, как тяжело жить без мужчины ее знакомым безмужчинным подругам. Предлагала в домашнюю помощь Влада. «Ну чего тебе кого-то нанимать? Вон, Влад, все ведь для тебя сделает и бесплатно». Лиза старалась пресекать такие разговоры. Но со временем попытки Семеновны стали более навязчивы. Да и Влад при каждой встрече пытался обнять, поцеловать и даже ущипнуть Лизу за мягкое место. Тогда Лиза перестала навещать свекровь. Приезжала только, чтобы забрать детей. Иногда даже в дом не заходила. Но бывало, как сейчас, дети не успели собраться, на улице холодно. И Лиза согласилась зайти согреться чашкой чая. И Семеновна снова завела старую пластинку. Лиза молча допила чай, встала из-за стола и окликнула детей. «Мама, Улька не может найти своего Жеку!» — откликнулся сын. Жек — игрушечный голубой хомяк, с которым дочка не расставалась с самого раннего детства. «Ну так помоги ей!» Лиза старалась скрыть раздражение из-за этой задержки. «Лизонька, можно тебя на минутку?» — подошел Влад. «Чего тебе?» Лиза уже не скрывала, что злится. «Давай поговорим». «О чем? Все уже давно переговорено». «Нет, не все. Лиза, я нашел работу в вашем городе». «Нет, ты не подумай ничего». Влад поспешно поднял руку, чтобы Лиза, уже открывшая рот, для отсылания его в пешие путешествия. «Мне там предоставляют жилье. Я не собирался к вам проситься на постой. Но можно я по выходным буду детей навещать?» Лиза удивленно подняла брови. Все эти 10 лет он не изъявлял желания видеться с детьми. Возможно, ему хватало общения с ними, когда они приезжали к бабушке его матери. «Я подумаю». Бросила она и направилась к выходу. Ульяна нашла своего Жеку и вместе с братом, уже одетые, стояли у дверей. «Значит, перебирается к тебе поближе», – иронично сказала Эля, подруга и коллег Лизы, когда они пили кофе в обеденный перерыв. Лиза поделилась своими новостями за прошедшие выходные, чтобы Эля вынесла свой вердикт. Лизе нужно было услышать мнение стороннего человека. И хотя эти мнения у них зачастую совпадали, Лиза была рада этому. Сразу два человека ошибаться не могут. «Ну, может, и не ко мне», – решила предположить Лиза. «Может, у него кто-то здесь появился». «Ну да, и поэтому он попросился навещать детей. Не видится с ними где-то на сторонней территории, а именно навещать», – Эля хмыкнула. «Параллельно навещая тебя». «Девке хватит трепаться», – в кабинет заглянула Светка, секретарь директора, которого, кстати, у них пока не было. Старый ушел на пенсию, нового пока не нашли. Начальство с управления приехало, вызывает всех в зал совещаний. Лиза с Элей переглянулись и нехотя встали. В зале совещаний уже собрались почти все их коллеги. Все перешептывались и поглядывали на двери. Было интересно и страшно. Чего это вдруг руководство решило приехать и их собрать? Наконец, дверь прилегающего к залу кабинета открылась, и вошел высокий полный мужчина. Его знали. Это был заместитель начальника главного управления их организации, Петр Петрович. — Дорогие коллеги, — начал он, — как мы знаем, рыба без головы не плавает, поэтому позвольте представить вам вашего нового директора Дениса Валерьевича Смирнова. В двери вошел мужчина примерно одного возраста Лизы. Ее коллеги-женщины зашептались, выпрямились и с надеждой посмотрели на Дениса Валерьевича. Он был хорош. Высокий, широкоплечий. Под костюмом угадывалось накаченное спортивное тело. Не смазливый, но и некрасивым его назвать было нельзя. Этакая суровая мужская красота. — Офигеть, начальник! Эля пихнула локтем Елизавету в бок. — Сейчас все планы выполним и перевыполним. Полконторы теперь у него в кабинете каждый день ошиваться будут. Глянь, даже главбухша брюхо втянула. Так она ему в матери годится. — Эль, прекрати! Лизе стало неприятно. С тех пор, как она приняла решение расстаться с Владом, она перестала обращать внимание на мужчин. Именно как на мужчин. Тогда Лиза приняла для себя еще одно решение. Проанализировав все отношения с мужским полом, она поняла, что не умеет выбирать мужчин. Или не везет ей в этом. Поэтому было решено перестать искать и надеяться на хорошие отношения. И начать жить для себя и детей. Сначала было тяжело. Хотелось крепкого мужского плеча, широкой спины, за которую можно было спрятаться. Хотелось ложиться в теплую постель, где тебя ждет любимый человек. С годами это желание постепенно угасло, и Лизе понравилось быть одинокой и независимой. Но какая же она одинокая. У нее есть дети, и нет проблем, которые возникали у нее каждый раз, как только она начинала встречаться с мужчинами. Девчонки думают, что у него нетрадиционная ориентация. Выпалила Эля, заходя к Лизе в кабинет. Вчера Денис Валерьевич, новый директор, сказал, что хочет ознакомиться с обязанностями каждого работника и попросил подготовить для него индивидуальные отчеты. Вся женская половина организации пришла сегодня как на праздник. Чуть короче юбки, чуть больше декольте, чуть выше каблуки, чуть ярче макияж. Даже главный бухгалтер женщины 70 лет пришла с прической и макияжем, чего за ней отродясь не замечали. Лиза с Элей смотрели на все это с легкой усмешкой. Они, наверное, единственные, если не считать мужчин, не заинтересовавшиеся новым шефом. У Эли был муж, как принц из сказки, богатый, красивых и безумно любящий свою жену. А Лиза уже давно перестала относиться к мужчинам, как к потенциальным любовникам. Что так? Подняла голову от бумаг Лиза. Полностью игнорирует их прелести и заваливает вопросами по работе. А они чего ожидали? Сразу его наповал красотой своей сразить. Ну, видимо. Ладно, я следующая. Пойду посмотрю, что там у нас за снежная королева в мужском обличии. Кстати, ты за мной. И Эля выпорхнула из кабинета. Лиза встала из-за стола, подошла к зеркалу. Нужно было убедиться, что у нее все в порядке. Не следует в первую встречу с шефом выглядеть растрепкой. Макияж и одежда были в порядке. А вот прическа была слегка встрепанной. У Лизы была дурная привычка теребить пряди волос. Во время сложной работы или отчета. Она занялась реанимацией прически. К тому времени, как она закончила, позвонила секретарша Света и пригласила ее в кабинет к директору. В приемной Лиза встретилась с Элей. Та ободреюще подмигнула и махнула рукой, как бы говоря. Не так страшен, как молюют. Лиза и не переживала. Свою работу она знала, как пять пальцев. И не боялась, что на какой-то вопрос может не ответить. Денис Валерьевич сидел за столом и внимательно смотрел на вошедшую Лизу. В его взгляде чувствовалась напряженность. «Наверное, уже боится, что я, как остальные, начну кокетничать и заигрывать», — решила Лиза. «Добрый день!» — начала она спокойным деловым тоном. Также спокойно представилась и назвала свою должность. По лицу директора она поняла, что ее тон вызвал у него облегчение. «Присаживайтесь, Елизавета Викторовна». Через полчаса она вышла из кабинета шефа и направилась к себе. «Светлана Игоревна», — выглянул Денис Валерьевич в приемную. «Пожалуй, на сегодня достаточно. Но, Денис Валерьевич, у вас еще почти десять человек не принято». «Ну, не страшно. Продолжим завтра. Я хочу сейчас пробежаться по предоставленным мне отчетам и подготовить по ним вопросы, если будут». Он вернулся в кабинет, снял пиджак, ослабил галстук, расстегнул верхние пуговицы сорочки. Налил стакан воды и подошел к окну. Сделал глоток, взъерошил себе волосы и задумался. Зачем он согласился на эту должность? Неужели нельзя было догадаться, что коллектив преимущественно женский? И что ему теперь делать с этим откровенно повышенным вниманием? Как дать понять, что он не собирается ни с одной из дам заходить дальше деловых отношений? И как это сделать, чтобы не показаться грубым? Он так задумался, что вздрогнул от неожиданности, когда в дверь постучали. Приводить себя в порядок не было времени, и он решил, что то нам выскажет свое недовольство тому, кто его потревожил. «Да!» — довольно грубо крикнул он. В дверь вошла Елизавета Викторовна. «Денис Валерьевич, простите», — спокойно начала она, не обращая внимания на его внешний вид, будто для нее это привычное дело — видеть своего начальника в расстегнутой сорочке со всколокоченными волосами. «Я оставила у вас свой блокнот, могу его забрать?» Только тут он обратил внимание на лишний предмет на его столе. «Вы всегда такая забывчивая?» Как-то слишком грубо, как ему показалось, он ответил. «Нет». «Я думала, что он где-то среди бумаг, но оказалось, что блокнот остался у вас». «Конечно, забирайте». Уже более спокойным, но холодным тоном ответил Денис Валерьевич. «Спасибо, еще раз прошу прощения». Лиза ушла. «Интересно, почему она не уделяет мне повышенное внимание?» С раздражением подумал он. «Наверное, счастлива в браке и боготворит своего мужа». И выбросил ее из головы. Лиза тем временем, войдя в свой кабинет, прислонилась к двери. Неужели такие мужики бывают в реальной жизни? Когда она увидела шефа в таком домашнем, можно сказать, виде, у нее перед глазами промелькнуло столько эпизодов из любовных романов, что она даже удивилась, как смогла сохранить спокойствие и на лице, и в голосе. К своему стыду Лиза поняла, что в тот момент ей захотелось прикоснуться к нему, а еще лучше оказаться в его объятиях. «О, вот и папочка наш появился! Дети, бегите встречать папу!» На встречу вошедшему домой Денису, слегка покачиваясь с бокалом в руке, вышла Ольга. «Оль, ну опять ты за свое!» Денис устало опустился на пуфик в прихожей, чтобы снять туфли. Уже несколько лет Ольга страдала от алкогольной зависимости. Начиналось все, как бывает в таких случаях. Абсолютно невинные праздники, посиделки с друзьями, бокал вина после работы. И вот уже без выпивки не обходятся ни одни выходные, а потом и будни. В итоге Ольга начала выпивать. С каждым разом все дольше. Денис сначала пытался с ней разговаривать, взывать к материнским чувствам, совести, затем пытался лечить, но ненадолго. Ольга стала реже уходить в запой, но теперь это было на более длительное время. Дети поначалу мать жалели, просили ее не пить, но постепенно от нее отдалились и перестали обращать внимание. Денис сметался между женой, детьми и работой. Немного успокаивался, когда дети отправлялись на каникулы к бабушкам. Тогда он полностью погружался в работу и почти не бывал дома, чтобы не видеть, как его жена опускается на пьяное дно. В периоды, когда Ольга переставала пить, у них была обычная семья. Со стороны казалось, что все идеально, но никто не догадывался, в каком напряжении живут Денис и дети, каждый день ожидая, что Ольга запьет. Тогда она всеми днями шаталась по квартире, периодически падая, что-то ломая. Могла поднять среди ночи детей, чтобы отправить их в школу. Или некрасиво приставать к Денису при детях, сопровождая это все пошлыми шутками и предложениями. Могла уйти из дома, не закрыв двери, и шататься по городу, напевая песни. Несколько раз ее принимал патруль и возвращал домой. После такого запоя Ольга долго страдала и мучилась. Денис возил ее к врачу на капельницу. Врач настаивал на госпитализации и длительном принудительном лечении. Но Ольга, услышав это, плакала и умоляла Дениса не отправлять ее в больницу. Обещала, что это самый последний раз, и что она больше и не посмотрит в сторону вина. Денис верил ей, надеялся, что на этот раз точно будет последний. Но проходило какое-то время, и все начиналось заново. Пап, ужин еще горячий. Дочь забрала у него кейс и унесла в комнату. Санек на секции, крикнула она уже из комнаты. Денис прошел за ней, переоделся, сходил в ванную, вымыл руки. На кухню вышла Ольга. Что, не хочешь поговорить с любимой женой? Ты думаешь, я ничего не знаю? Думаешь, не знаю, что ты на новую работу перешел? Где одни бабы? Ты теперь, не отрываясь от своей любимой работы, можешь мне изменять. Оля, с чего ты взяла, что я тебе изменяю? Денис устал. Ему не хотелось ввязываться в спор. Я все знаю, сорвалась на виск Ольга. Оля, успокойся, ты же знаешь, я люблю тебя и никогда тебе не изменю. Давай, присядь со мной, поужинай. Ольга достала из шкафа очередную бутылку и уселась рядом с Денисом. Выпьешь? Предложила. Нет, спасибо, завтра тяжелый день. Нужно разобраться с кучей документов. Я вот возьму, приду посмотреть, какая у тебя там куча документов. Конечно, приходи, но только трезвая. Сама понимаешь, твой муж директора организации и жена у него должна быть на высоте. Да я всех твоих куриц за пояс заткну. Оля еле уже сидела. Конечно, дорогая, даже не сомневаюсь. Оля уронила голову на стол и пьяно захрапела. Денис, тяжело вздохнув, поднял ее на руки и понес в комнату. Лизонька, привет, как у тебя дела? Надеюсь, все хорошо? Влад был сама любезность. Лучше всех, Влад. Ты чего хотел? Лизонька, дело в том, что я приехал. Сейчас вот пришел с работы и решил тебе позвонить и спросить, могу ли заехать к вам в субботу или в воскресенье, когда тебе удобно. Давай в воскресенье, подумав, ответила Лиза. У меня как раз салон, сводишь детей куда-нибудь, а я красоту наведу. А я думал, ты с нами прогуляешься. Влад, судя по всему, расстроился. Ты же детей хотел навещать. Вот и погуляешь с детьми. Мне некогда. Резко ответила Лиза и положила трубку. Никакого салона у нее не было, но и встречаться с Владом тоже не было желания. Она решила позвонить Эли. Все-таки явился. Та была слегка удивлена. Ну, приезжай ко мне, а там определимся, что делать. Кстати, ты в курсе, что наш шеф женат на алкоголичке? Лиза опешила. В смысле на алкоголичке? Представляешь, Денис Валерьевич учился с моим сережкой на одном курсе. Жену зовут Ольга. Они поженились на последнем курсе, а через год она родила двойняшек, мальчика и девочку. А еще через несколько лет начала пить запойно, но он ее не бросает, лечит. Наверное, любит. От такой новости, к своему удивлению, Лизе стало грустно. Хотя, что в этом такого? Чего я ждала? Чтобы красавец-мужчина при высокой должности был еще и холост? Так это бы уже говорило о том, что с ним точно что-то не так. А то, что живет с алкоголичкой, так это говорит о том, что он ее любит. Да и мало ли, что могут сказать завистники. Может, она и не пьет вообще. Увидели один раз в ресторане с бокалом и записали в алкоголики. У нас народ тот еще. Да, не умею я разбираться в мужиках. Уважаемые коллеги, Денис Валерьевич начал очередную планерку. От вышестоящего руководства пришел приказ на разработку комплекса мероприятий по оптимизации нашей деятельности. Есть желающие? Желающих не было. Тогда в добровольно-принудительном. Однозначно в группу войдет главный бухгалтер, юрист и кто-нибудь из специалистов. Думаю, Елизавета Викторовна подойдет. Ну а от остальных жду рациональных предложений. Денис, предполагая, что добровольцев исполнять приказ управления не будет, долго думал, кого же включить в группу. Ему не хотелось во время работы ловить на себе двухсмысленные взгляды. Быть случайно задетым чьей-то прелестью или делать вид, что не замечает кокетства и намеков личного характера. Поэтому он установился на Ализе. За все время, что они успели пообщаться, она ни разу не дала понять, что заинтересована в нем, как в мужчине. А Лиза была такой новостью ошарашена. Она не считала себя выдающимся специалистом. И если другие выбранные были единственные, как говорится, в своем экземпляре, то специалистов, как она, была основная масса их организации. Из-за вдруг откуда ни возьмись возникшего влечения к шефу, она старалась как можно реже с ним встречаться. Все документы на подпись отправляла через секретаря. Срочные вопросы пыталась решить по телефону и вообще из своего кабинета старалась меньше выходить, чтобы, не дай бог, с ним не встретиться. Во время обеденного перерыва к ней забежала Эля. «Да, Лизок, фортанула тебе. Пряталась-пряталась, а все равно выбрали тебя. С чего ты взяла, что я пряталась?» Лиза поразилась, как быстро Элька ее раскусила. «Да ладно, что я, не вижу, что ли?» Засела в кабинете и не выходишь практически. «Вся контора по десять раз на дню бегает в директорский кабинет, а ты боишься, как огня». «Колись! Запала!» «Эль, ну что за глупости? Кто по десять раз бегает, не запал, а я не стремлюсь туда попасть». И сразу под подозрением. «Получается, боишься встретиться?» «Почему?» «Специалист ты хороший, работу свою знаешь, выполняешь безупречно. Чего бояться?» Остается один ответ. «Девушка, в вас проснулись чувства». Лиза хотела возмущенно возразить, но зазвонил внутренний телефон. «Лизавета к шефу!» Пропела Светка и отключилась. Проигнорировав Элькино подмигивание, Лиза напустила на себя деловую озабоченность и направилась в кабинет. «Присаживайтесь, Елизавета Викторовна». Шеф был, как обычно, любезен. «Я пригласил вас обсудить будущую нашу с вами совместную работу». Лиза вышла из кабинета только спустя два часа. С облегчением вздохнула. От едва уловимого запаха одеколона Дениса Валерьевича кружилась голова. При взгляде на его плечи мысли начинали путаться, и цель ее присутствия абсолютно вылетала из головы. Она бросилась к себе в кабинет, чтобы успокоиться. Денис Валерьевич был доволен. Помимо того, что Елизавета действительно оказалась к нему полностью равнодушна, она еще была и прекрасным специалистом, и такой трогательной. От этой мысли Дениса как будто током ударило. Это еще что. А какие у нее огромные бездонные глаза. Он увидел их, когда обсуждал с ней работу. Она внимательно слушала и смотрела на него. Он даже потерял мысль, когда заметил эти глаза, но быстро пришел в себя и продолжил, как ни в чем не бывало. «Ты обычный мужчина, хоть и директор», — успокаивал себя Денис. И обычные мужчины смотрят не на глаза, а совсем на другие места. Внутренний ехидный голос не давал ему себя успокоить. Денис позвонил домой. К телефону подошла дочь. Сказала, что мать спит уже несколько часов. Она что-то пила? «Думаю, да. Когда я пришла из школы, она уже спала, а рядом валялась бутылка. Думаю, из-под водки». Денис задумался. Обычно Ольга не пила водку, по крайней мере дома. Может, где-то по своим друзьям с обутыльником, которым она сбегала во время запоев. Но чтобы дома, такого еще не было. «Ну ладно, пусть спит. Я сегодня не задержусь. Присмотри за ней до моего прихода», — попросил Денис дочь и отключился. Вечером, придя домой, Денис сразу заглянул в комнату, где спала Ольга. Ее обычного пьяного храпа не было слышно. Он подошел, укрыл ее пледом, прислушался к дыханию, поднял с пол бутылку, чтобы унести в мусорное ведро. Бутылка действительно была из-под водки и пахла соответственно. Поздно вечером, когда дети уже спали, Денис снова зашел в комнату к Ольге. Она так и не просыпалась, хотя обычно во время запоев спала помалу. Он снова прислушался к ее дыханию. Оно было все таким же еле слышным. Что-то его насторожило. Денис внимательно оглядел жену. Она лежала в том же положении, как и несколько часов назад. Потряс ее за плечо. Ольга не реагировала. Набрал 103. Скорая приехала быстро. Ольгу тут же забрали и увезли в реанимацию. Денису не разрешили с ней поехать. Велели позвонить утром. Лиза уже почти заснула, когда раздался телефонный звонок. «Прости, я тебя, наверное, разбудил. Просто захотелось услышать твой голос и пожелать спокойной ночи. Извини, что так поздно». В любое другое время Лиза накричала бы на Влада. Но сегодня, после того, что она почувствовала, находясь рядом с шефом, сил ругаться уже не было. «Да, Влад, я уже засыпала. Не звони больше, так поздно». Ее тихий голос и спокойный тон воодушевил Влада, и он решил рискнуть продолжить. «Лизонька, может, ты хотя бы вечером сможешь со мной поужинать? Мы могли бы куда-то сходить вместе с детьми». «Влад, я подумаю. А сейчас давай прощаться. Ужасно спать хочется». «Да-да, конечно. Спокойной ночи. Люблю тебя». Но последние слова Лиза не услышала. Отключилась. «У вашей супруги алкогольная кома». Денис сидел в кабинете лечащего врача Ольги и пытался держать себя в руках. С самого утра он был уже на ногах. Наспех приготовил детям завтрак и помчался в больницу, куда увезли жену. Но увидеть ее не удалось. В реанимацию не пускали. «Вы знаете, где она достала эту водку?» «Нет. Когда я пришел с работы, бутылка была пустая, а жена спала. По крайней мере, мы так думали, что спала. Ситуация крайне тяжелая. Организм сильно ослаблен алкоголем. Не хочется вам этого говорить, но, возможно, стоит готовиться к худшему». Денис вышел из приемного покоя и присел на скамейку. Он предполагал, что все может этим кончиться, но надеялся на лучшее. Зазвонил телефон. «Денис Валерьевич, мы вас потеряли!» Кокетливый голосок секретарши вывел его из задумчивости. «Светлана, я немного задерживаюсь. Что-то срочное». Та уверила, что ничего срочного, просто коллектив его потерял и отключилась. С самого утра Елизавета засела за проект. Ей хотелось его набросать хотя бы в черновике, чтобы с утра понедельника начать корректировать. Пару раз забегала Эля, но у той тоже было много работы, и, перекинувшись парой вопросов, она убегала к себе. Встретились они только в обеденный перерыв. По традиции сидели в кабинете Лизы и пили кофе. Лиза решила поделиться своими переживаниями. Столько лет ни к кому, ничего, а тут... Да хоть бы знакомы были сколько-нибудь. Ну что это, Эль? «Человеку нужно, понимаешь, нужно, чтобы кто-то его любил», пропела Эля слова какой-то старой песни. «Или он кого-то любил. Как жить без любви-то? Просто тебе не везло с этим делом. Ты решила перезагрузиться. Ну вот, перезагрузилась. Снова готова к отношениям. Да не умею я эти отношения заводить, не везет мне на них. Ты просто сама себя так настроила. Да и сейчас-то уже взрослая, умудренная опытом и ошибками женщина. Может и получится. С кем? С Денисом Валерьевичем. Во-первых, он женат. Во-вторых, я ему абсолютно неинтересна. Поверь мне, я провела с ним два часа, и он смотрел на меня, как на компьютер. Ну а Влад, может и вправду кардинально изменил свои взгляды на жизнь. Не хочешь попытаться начать все сначала? Эль, в одну реку дважды не войдешь. Почему? Просто вода будет немного другая. В воскресенье рано утром Лиза еще спала. Приехал Влад. Привез целый пакет фруктов и шоколада. Пока Лиза судорожно металась между кухней, ванной и комнатами детей, он сидел в гостиных и смотрел на нее влюбленными, полными надежд глазами. Наконец, накормив всех завтраком, и Влада в том числе, Лиза выпроводила их гулять. Сама приняла душ, села выпить кофе. Позвонила Эля. Приезжай, съездишь со мной в салон. Может, кто откажется от чего? В крайнем случае, поболтаем. Лиза согласилась. Быстро собралась и помчалась в салон красоты, куда направлялась ее подруга. Ей повезло. У маникюрши не пришла клиентка, а парикмахер Эли, после того, как нанесла краску Эли на волосы, занялась и волосами Лизы. В итоге, через несколько часов, обе довольные вышли из салона и направились к ближайшему кафе. Немного поболтав, поспешили по домам. Влад с детьми уже должен был приехать. Действительно, дети вместе с папой были дома. А в кухне пахло чем-то вкусным. Прости, я тут немного похозяйничал без тебя. Влад в фартуке с лопаткой в руке выглядел забавно. Давай мой руки, а я приготовил ужин. После салона у Лизы было хорошее настроение. Она решила, что не стоит ругать Влада за самоуправство. Да и есть действительно хотелось. Кроме двух чашек кофе, она сегодня еще ничего не ела. После ужина все сидели в гостиной и смотрели телевизор. Вскоре дети ушли к себе, пожелав родителям спокойной ночи. Лиза встала, давая понять Владу, что ему тоже пора. Он понял и тоже поднялся. «Ну, я пойду?» С надеждой на отрицательный ответ спросил он. «Да, Влад, до свидания». Лизе хотелось, чтобы он и остался. Этот вечер был именно таким, каким она представляла в своих мечтах вечер в кругу семьи. За ним должна была следовать ночь с любимым мужем. Соблазн был очень велик, но она закрыла за Владом дверь. Лиза взглянула на часы и ахнула. Было почти девять вечера. Дети, скорее всего, оборвали звонками все ее телефоны, и мобильный, и рабочий. Но мобильный она оставила у себя в кабинете и ушла в кабинет директора. Думала, что ненадолго, но оказалось, что Денис Валерьевич решил серьезно потрудиться над проектом вместе с ней. И вот результат. На часах 21.00, а они все еще на работе. Что-то случилось, Елизавета Викторовна? Услышав ее возглас, шеф поднял от бумаг голову. Простите, но мне нужно домой. Он с недоумением посмотрел на нее. Затем перевел взгляд на часы, куда в этот момент она смотрела и тоже удивился. Ничего себе, увлекся работой. Ох, извините, ради бога, ну, конечно, идите. Лиза поспешила к дверям. Влетев к себе в кабинет, она кинулась к телефону. Действительно, от детей была куча пропущенных. Быстро собравшись, она выскочила из кабинета и врезалась в широкую грудь директора. От неожиданности она ухватилась за его плечи и так и осталась стоять, забыв, куда так спешила. Денис по инерции поймал падающую женщину, обняв за талию и прижав к себе, и тоже застыл. Они стояли, уставившись в изумлении друг на друга, пока Денис не пришел в себя первым. Аккуратно отстранившись от Лизы и судорожно сглотнув, он произнес чуть хриплым голосом. «Я хотел предложить вам подвезти вас до дома». Лиза тоже выдохнула и слегка заплетающимся языком ответила. «Если вам не сложно». До дома они ехали в полной тишине. Уже выходя из машины, Лиза услышала «Еще раз извините, спокойной ночи, Лиза». «Спокойной ночи», — на автомате ответила она и бегом побежала к дому. Дома ее ждали. За столом на кухне сидели дети и Влад. Лиза подошла к ним, поцеловала в макушке детей и сказала «Как вы? Сильно переживали? Меня директор к себе вызвал. Думала, что ненадолго и телефон не взяла. И пришлось задержаться». Шеф решил поработать от души. «А ты что здесь делаешь?» — обратилась ко Владу. «Дети не могли до тебя дозвониться и позвонили мне. Я приехал». Ульяна была сильно напугана. Мы с Артемом еле ее успокоили. «Я предположил, что у тебя произошло что-то подобное, но мы все же решили, что ждем еще чуть-чуть и едем за тобой. Или в полицию. И тут как раз ты заходишь». «Вы ужинали?» «Да, я накормил их. Хотел спать уложить, но они наотрез отказались. Ну все, я дома. Можно ложиться спать». Лиза повела детей в их комнаты, уложив, поцеловала и пожелала спокойной ночи. Вернулась на кухню. Влад что-то грел в микроволновке. «Ужин тебе разогреваю. Ты ведь голодная?» «Да, с обеда ничего не ела. Спасибо». Он молча на нее смотрел, пока она ела. Затем встал, налил ей большую чашку чая. Лиза благодарно улыбнулась. «Ты звони в следующий раз, если будешь задерживаться. Я побуду с детьми». «Спасибо. Конечно, Влад. Я впервые так потерялась. Обычно телефон у меня с собой всегда, и я предупреждаю детей, если задерживаюсь. Ничего страшного в этом нет». «Если ты не заметил, они уже достаточно взрослые, чтобы несколько часов побыть дома самим. Ты просто пропустил часть их жизни, когда они становились самостоятельными. Им уже не пять, а на десять лет больше». «Лиза, не изви, пожалуйста. Я знаю, что совершил ошибку, но я прошу у вас прощения и клянусь, что буду искупать эту ошибку всю оставшуюся жизнь». «Тебе пора, Влад. Спасибо, что с детьми посидел, но я очень устала и хочу спать». «Лиза, можно я останусь? Я не буду вставать с дивана всю ночь, клянусь». «Нет, уходи, пожалуйста». Влад нехотя собрался и ушел. А Лиза лежала в постели и не могла уснуть. В голове то и дело всплывала картина, как она стояла в объятиях Дениса. Он был так близко, что она ощущала, как бьется его сердце. Плечи, за которые она вынуждена была ухватиться, чтобы не упасть, казались каменными. А вот руки, которые ее держали, наоборот, мягкими и нежными. И это Лиза напоследок. У Дениса ночь тоже выдалась бессонной. Придя домой, он в первую очередь позвонил в больницу. Состояние Ольги было без изменений. Дети были дома, уже готовились лечь спать. Денис заметил, что с отсутствием матери напряженная атмосфера в доме спала. И неудивительно, причина всех волнений и тревог находилась в больнице. Денис поужинал, принял душ, зашел пожелать детям спокойной ночи и лег спать с намерением тут же заснуть. Но как только его голова коснулась подушки, он вспомнил события сегодняшнего вечера и сон сняло, как рукой. Ее огромные бездонные глаза с ужасом смотрящие на часы, хрупкое изящное тело в его объятиях и легкий аромат ее духов в машине. Когда она, вылетая из дверей своего кабинета, упала ему прямо в руки, ему захотелось поднять ее и унести куда-то, где они останутся только вдвоем. «Просто у тебя давно не было близости с женщиной», — решил для себя Денис и попытался уснуть. «Интересно, у нее есть кто-нибудь?» В кабинете директора шло бурное обсуждение проекта, подготовленного Елизаветой Викторовной и самим директором. Главные бухгалтеры Лиза спорили над каждым пунктом по поводу целесообразности затрат. А юрист пыталась определиться с правильностью с точки зрения закона предложенных мероприятий. Все вместе решали, как это все оформить, чтобы со всех сторон было правильно, выгодно и самое главное понравилось вышестоящему начальству. Денис сидел во главе стола и делал вид, что внимательно слушает и анализирует доводы всех. Но мысли его в этот момент были далеко от проекта, да и в целом от работы. Сегодня ему сообщили из больницы, что Ольга пришла в себя. Состояние еще тяжелое, но она в сознании. Денис решил во что бы то ни стало вытащить ее из запоев. Сейчас она окрепнет и он настоит на комплексном лечении от алкоголизма. После того, что произошло, она должна согласиться. Денис ее вылечит, поможет вернуться ей в нормальную жизнь. А дальше он не знал, как быть. Как быть мужчине, если он вдруг понял, что ему нужна другая? Что к той, которую он всегда любил и не думал, что когда-то это произойдет, что она станет чужой, он охладел. Он наблюдал за Лизой и мечтал о ней. Может, это мимолетная? Может, меня подкосила ситуация с Ольгой? Может, действительно нужно разобраться в себе, в своих чувствах, а потом принимать решение? Денис думал и наблюдал за Лизой. Красивая, умная женщина. Такая желанная и далекая. Такая родная и загадочная. Ладно, у меня впереди еще несколько месяцев, а может быть и лет. Да и Лиза, возможно, не свободна. К чему эти мысли? Время покажет. К концу рабочего дня все обсуждения были закончены. Проект был доведен до идеального результата. Оставалось все оформить и предоставить вышестоящему руководству. Через несколько дней пришло утверждение по проекту. Разработчикам было решено выписать премию, а всему коллективу предложено отпраздновать это событие. «Влад, у нас завтра намечается корпоратив. Я, скорее всего, задержусь допоздна. Можешь с детьми посидеть?» Лиза вспомнила предложение Влада и решила к нему обратиться. «Можешь у нас переночевать?» «Конечно, с удовольствием!» Влад был счастлив. «Отдыхай сколько хочешь, я с радостью пообщаюсь с детьми». Перебрав весь гардероб, Лиза с отчаянием посмотрела на Элю. «Нечего надеть». «Давай теперь я», — предложила подруга. «Если нет подходящего платья и есть стеснение в финансах, то...» «Золотое правило. Выбираем маленькое черное платье. Где оно у тебя?» «Эля, я в последний раз была в нем, когда Артему четыре года исполнилось. Влад меня в кафе пригласил и испортил своей пьянкой весь вечер». «Отлично, пора реанимировать воспоминания о платье. Доставай». Лиза примерила наряд. «Отпад!» «Вот так и пойдешь!» «Да ты что, оно слишком...» Лиза нравилась себе в зеркале, но платье казалось ей чересчур откровенным. «Лиза, расслабься!» «У нас на работу некоторые так ходят, а ты переживаешь за это монашеское одеяние». «Отлично подчеркивают фигуру и более чем скромное. Нужно еще добавить пару аксессуаров, чтобы не казаться синим чулком». Когда Эля и Лиза вошли в кафе, весь коллектив был в сборе. Не хватало только директора. Денис Валерьевич задерживался. Перед корпоративом он запланировал заехать в больницу, навестить Ольгу. Она выглядела неважно, но им удалось поговорить. Денис рассказал ей о своих планах. И она согласилась пройти лечение и полностью отказаться от алкоголя. Воодушевленный Денис приехал в кафе. Первое, что он увидел, весь коллектив в сборе. Все ждали только его. Он поспешил к коллегам. «Уважаемые коллеги! Во-первых, хочу извиниться за опоздание, семейные обстоятельства. Ну, во-вторых, хочу поздравить нас всех с удачным выполнением первого задания от руководства под моим началом». Он поднял бокал, обвел взглядом весь коллектив и увидел Лизу. Увидел и обалдел. Вместо строгого офисного костюма – красивое коктейльное платье и туфли на шпильках. Распущенные слегка завитые волосы и вечерний макияж. Обалдевшее молчание шефа все приняли как окончание тоста и дружно выпили. Вечер получился изумительным. Все веселились, шутили, выпивали, много танцевали. Денис Валерьевич старался не выделяться и вел себя со всеми на равных. Шутил, говорил тосты, выпивал и даже несколько раз танцевал с коллегами. Ему очень хотелось пригласить Лизу, но он боялся, что этим выдаст все свои чувства. Наконец, когда веселье и стадии опьянения были в разгаре, он отважился. Как только он обнял ее за талию, между ними проскочила такая мощная искра, что оба испугались. Они медленно танцевали и смотрели друг другу в глаза и, казалось, вели между собой беззвучный диалог. Когда музыка закончилась, Лиза судорожно вздохнула и произнесла «Мне пора домой» и кинулась к выходу. Денис бросился за ней, поймал ее уже у дороги, когда она пыталась поймать машину. «Лиза, что ты делаешь? Это опасно!» Схватил ее за руку и притянул к себе. «Я вызову тебе такси!» Не выпуская ее из своих объятий, Денис вызвал такси. Так они и стояли, пока не приехала машина. Когда Лиза направилась к авто, он снова притянул ее к себе и поцеловал. Долгим, страстным поцелуем. Не глядя на Дениса, Лиза вырвалась из его объятия и села в машину. Денис долго глядел ей вслед, затем вызвал себе такси и продиктовал адрес своего дома. Дети уже спали, пока он принимал душ и готовился ко сну, не переставал улыбаться. Чувствовал себя глупым, но очень счастливым. Раздался телефонный звонок. Все так же улыбаясь, Денис поднял трубку и почему-то подумал, что это Лиза. Счастливо произнес «Алло!» Денис Валерьевич, нам очень жаль, но ваша супруга скончалась. Соболезнуем. Прикинь, пока мы веселились, у шефа жена умерла. Счастливое субботнее Лизина утро в один миг разбилось в дребезги. Лиза проснулась с ощущением полного счастья. Вчерашний поцелуй вызвал в ней смятение, ужас и чувство вины перед всеми. Но переспав с этим ночью, она успокоилась. Решила, что не будет переживать по этому поводу, а воспримет это как подарок судьбы. Не станет стесняться смотреть шефу в глаза. Скорее всего, он сделал это под воздействием алкоголя, и ему самому неудобно от такого поступка. Надо дать ему понять, что я не восприняла это всерьез и не собираюсь об этом вспоминать. Подумала Лиза, но настроение все равно было отличным. — Лиза, тебя к телефону! — прокричал из кухни Влад. — Неужели Элька уже знает о нашем поцелуе? Сейчас будет пытать. А Влад подслушает и неизвестно, как отреагирует. Хотя я уже давно не его жена, но все-таки. Лиза подбежала к телефону. Выслушав Элю, непроизвольно села. Эля что-то еще говорила, но Лиза ее больше не слушала. Очнулась только, когда Влад стал забирать у нее трубку, в которой слышались длинные гудки. — Что случилось? — Влад был встревожен. — Что-то с детьми? Утром, пока Лиза спала, он приготовил им завтрак и проводил в школу. И вот этот звонок. — Нет, это Эля. У нас у директора вчера вечером жена скончалась в больнице. — Ты была с ней знакома? Ты так побледнела? — Нет, я ее не знала. Просто пока мы все веселились, она умирала. Как-то стыдно. — Ну вы-то тут при чем? Никто же не знал. Дениса Валерьевича не было неделю. Все переживали, что он больше не вернется и им пришлют нового директора. Кто-то из девушек пытался ему позвонить, предложить свою помощь, но он вежливо отказался и отключил телефон. Денис очень переживал, как воспримут дети смерть матери. Но, возможно, потому что последнее время они видели ее только в пьяном виде, и вся забота шла только от отца, они перенесли это достаточно спокойно. Дочь лишь немного поплакала, а сын стойко сдержал свои слезы. Когда все заботы с похоронами и поминками были позади, Денис решил собрать семейный совет. Они сидели на кухне и размышляли, как быть дальше. «Пап, мы уже большие, поэтому для нас почти ничего не изменится». Сын решил подбодрить отца. «Да, но нужно все равно что-то изменить, чтобы оставить этот период жизни в прошлом и не вспоминать его по возможности. А давайте сделаем ремонт. Прям большой и кардинальный». Дочь обращалась ко всем, но смотрела на отца. «Ну что, неплохая идея», — воодушевился тот. «И раз уж это ты предложила, то поручаю тебе разработать новый дизайн нашего жилища, а мы с братом поможем тебе воплотить. Так ведь?» «Конечно, не вопрос. Действуй, сестра». Накануне рабочего дня Денис лежал в постели и думал о Лизе. Как она восприняла его поцелуй? Наверное, разозлилась, подумав, что он воспользовался положением. Нужно будет извиниться и как-то повторить. «Господи, о чем я думаю? У меня только что жена умерла, а я мечтаю о другой женщине». До начала рабочего дня оставалось еще десять минут. Лиза с Элей сидели у Лизы в кабинете, пили кофе и болтали. «Я так и не спросила, ты чего так неожиданно с вечеринки сбежала?» Лиза только успела успокоиться и порадоваться, что Эля ничего не узнает о том вечере, но, видимо, зря. Соврать у нее не получится. Да и Эля все-таки ее подруга, причем очень хорошая и отзывчивая, было бы нечестно обидеть ее ложью. «Знаешь, когда мы с Денисом танцевали, меня будто током ударяло. Мысли лезли всякие дурацкие, да и он как-то не по-директорски меня обнимал. Я подумала, что если еще один такой танец, а он бы обязательно случился, я окажусь в его постели. Ну, я избежала». «И все?» Эля хитро прищурила глаза, ожидая продолжения. «Лиза, он ушел сразу за тобой». «Да, подруга оказалась слишком наблюдательной. Он меня догнал у дороги, когда я пыталась машину поймать и поцеловал». На лице Эля отразилась масса вопросов, которые она собиралась задать, но в дверь заглянула Светка и пропела. «Девочки, Денис Валерьевич ждет всех на планерку». В зале совещаний стоял гул. Всем не терпелось посмотреть на шефа после трагедии. Наконец он вошел. Как всегда, Ума помрачительно хорош, собран и по деловому строг. Ничто не указывало на трагедию, которую он пережил. Разве что сорочка была черной. Он оглядел всех, поздоровался и начал совещание. После совещания все поспешили по своим рабочим местам. За время отсутствия директора коллектив подрасслабился и слегка запустил работу. Теперь предстояло нагонять. Эля с Лизой, кивнув друг другу, тоже пошли по своим кабинетам. Лиза усердно работала и не заметила, как дверь открылась, и вошел Денис. Она услышала, как отодвигается стул напротив и подняла глаза. На нее смотрели глаза директора тем же взглядом, что и в тот вечер во время танца. «Денис Валерьевич», — начала Лиза, но он ее перебил. «Лиза, я пришел, чтобы сказать тебе, что помню тот вечер и ничуть не жалею о случившемся. Ты мне нравишься. Очень. Если у тебя кто-то есть, то я попрошу прощения. Но, повторюсь, я ни о чем не жалею». Лиза смотрела на него и не верила своим ушам. Она ему не безразлична. Денис встал и направился к двери. У выхода обернулся и произнес. «Да, и еще. Если ты не против при личном общении, называй меня, пожалуйста, не так официально. Просто Денис будет вполне достаточно». Он вышел, а Лиза сидела и пыталась осмыслить происходящее. В обед, по традиции, заглянула Эля. Увидев сияющее лицо подруги, быстро закрыла дверь и кинулась с вопросами. Лизу не нужно было упрашивать. Ей самой необходимо было поделиться новостью. Через десять минут Эля все знала и так же, как Лиза, была сильно удивлена. «Да, я думала, он будет какое-то время ходить вокруг да около. А тут?» Сразу все точки надыр оставил. «Мужик?» «Ну, а ты?» А я сидела с открытым ртом и вообще не могла говорить. «Ну, в принципе, я бы тоже онемела, если бы так сразу мне все сказали. Но обычно мужики долго маринуют, и ты успеваешь подготовиться к любому исходу событий». Эля помолчала. «И?» «Что делать собираешься?» «Приму его предложение и буду называть его на «ты», если мы будем одни». Вечером позвонил Влад и попросил разрешения свозить в выходные детей к бабушке. У свекрови намечался день рождения. «Ты, конечно, тоже приглашена», — добавил с надеждой на утвердительный ответ. «Нет, спасибо, Влад, у меня другие планы. А детей можешь свозить, если они не против». На следующий день позвонила свекровь. «Лизонька, ты не забыла, надеюсь, что у меня в субботу день рождения. Давай собирайся и приезжай вместе с детьми. Посидим, поболтаем. Заночуете, а на следующий день домой?» «Извините, но у меня ничего не выйдет. Я уже обещала другим людям. А вот дети приедут». «Лизонька, ну как же так? Влад бы вас привез, увез, посидели бы по-семейному». «Я не думала, что ты будешь отмечать. Ты говорила, что теперь только юбилеи отмечаешь. А сейчас вроде нет». «Да вот захотелось». «Ну, еще раз извини, я не могу». Свекровь бросила трубку. Конечно, у Лизы не было никаких планов на выходные, но и проводить их с бывшим мужем и свекровью тоже не было желания. Денис сидел у себя в кабинете и смотрел в окно. Работать абсолютно не хотелось. Лиза так ему ничего и не ответила. И эта неопределенность заставляла нервничать. «Уж лучше послала бы сразу, да и все», — думал он, зляясь на себя за то, что к ней испытывал. В дверь постучали. Не оборачиваясь от окна, он нехотя крикнул. «Войдите», — думая, что это секретарша, спросил. «Что у тебя, Света?» «Денис, подпиши, пожалуйста, документы», — произнесла секретарша голосом Лизы. Он резко отвернулся от окна и уставился на вошедшего. Это была Лиза. И, судя по тому, что она назвала его по имени, тоже испытывает к нему теплые чувства. Денис резко вскочил и подошел к ней. Забрал документы, кинул их на стол и взял ее руки в свои, — посмотрел в глаза и задал вопрос, который уже читался в его глазах. «Лиза, я не ошибаюсь? Я могу рассчитывать на взаимность?» «Думаю, да. Только давай не будем торопиться». «Ну, конечно, я никуда не тороплю. Пусть все идет своим чередом. По мере желания поужинаешь со мной в субботу». «С удовольствием». Всю оставшуюся до выходных неделю Лиза летала, как на крыльях. Денис тоже, предвкушая свидание с Лизой, был чересчур демократичен как директор. Коллеги заметили его настроение и гадали, чем же все вызвано. После обеда в субботу дети уехали с Владом к бабушке. Влад был угрюм и неразговорчив. Лиза попросила сына звонить, если что. Уж больно ей не понравилось настроение их отца. Она утешала себя тем, что едут они к бабушке, которая любит их и не даст плохому настроению сына испортить всем выходные. Как только дети уехали, Лиза начала готовиться к свиданию. В восемь вечера Денис прислал за ней такси. Он ждал ее у входа в небольшой ресторанчик. Вечер обещал быть прекрасным. Они много общались, танцевали. У обоих было такое ощущение, что они знакомы всю жизнь. Денис все чаще брал ее за руку, все нежнее обнимал во время танца и всем своим видом давал понять, что хочет продолжение свидания. Лиза хоть и стыдилась своих желаний, но хотела этого продолжения ничуть не меньше. Во время следующего танца Денис на свой страх и риск поцеловал ее и она ответила, чем ясно дала понять, что тоже хочет продолжение. Они вышли на улицу. Перед тем, как вызвать такси, долго целовались, как влюбленные подростки. Наконец Денис вызвал машину. В это время в сумке Лизы зазвонил телефон. Кто это может быть одиннадцать ночи? Достав телефон, ее беспокойство усилилось. На экране высветилась доченька. Да, золотце, что случилось? Мама! В трубке послушался плач. Папа напился. Лиза похолодела. Подъехало такси. Денис, ты извини, но мне нужно срочно в деревню. Хорошо, спокойно ответил тот. Он усадил ее в машину, сел сам рядом и вопросительно посмотрел на нее. Лиза, непонимающе, смотрела в ответ. Лиза, говори адрес, я еду с тобой. Денис, может, не стоит тебе ехать? Лиза боялась реакции Влада на появление Дениса. Почему? Кто-то же должен тебя поддержать. Через час они были на месте. Лиза вбежала в дом. Денис задержался, чтобы попросить таксиста подождать. Ульяна, обняв себя за колени, сидела в углу дивана и плакала. Артем хмуро наблюдал за бабушкой, которая бегала вокруг отца и упрашивала его не пить. А тот вливал в себя рюмку за рюмкой. Лиза влетела в комнату. Быстро собирайтесь, мы уезжаем. Дети кинулись одеваться. Лиза, ну зачем ты их забираешь? Ульяна, Артем, никуда не собирайтесь. Мама останется здесь. Давай, раздевайся, нужно Владика остановить. Ну уж нет, закричала Лиза. Сама своего Владика останавливай. Я не хочу, чтобы мои дети наблюдали за этим. Артем, собирайтесь. Да ладно, будто они никогда пьяных не видели. Да и вообще, Влад их отец. Ну подумаешь, выпил у матери на дне рождения. Если бы ты с ним поехала, он бы, может, и не стал пить. А с какого перепуга я должна с ним мыкаться? Он мне кто? Если ты забыла, мы уже 10 лет в разводе. И да, мои дети видели пьяных, конечно. Благодаря своему папаше. Но это в прошлом. Больше я такого не позволю. Видя, что дети уже готовы, Лиза махнула им рукой, чтобы выходили на улицу. В это время Влад, вскочив со стула, кинулся к Лизе и схватил ее за руку. Куда она правилась? Пьяная и зло заорал. По хахалям? Я тебе сказал, что я тебя зашибу, если кого-то себе найдешь. Зашибалка еще не выросла. Как из-под земли возник Денис и, что из стилы, ударил Влада. Тот пролетел через всю комнату и приземлился в углу на пятую точку. Денис взял Лизу за руку и повел к двери. На выходе оглянулся и, видя, что Влад делает попытки подняться, произнес. Даже не рискуй. Дети сидели уже в машине. Вслед Лизе и Денис унеслись отборным от Влада и проклятие свекрови. Денис назвал свой адрес. Только на середине пути Лиза поняла, что Денис везет их к себе. Денис, это неудобно. Время, ночь глубокое. Дети спят. Отвези нас лучше домой. Нет, ты сейчас не в том состоянии, чтобы позаботиться о себе и детях. Не беспокойся, все будет хорошо. У меня добрые и отзывчивые дети. Те, на удивление, не спали. Знакомься, Лиза, это мои дети Аня и Кирилл. Дети — это Елизавета Викторовна, моя коллега и хорошая знакомая, а это ее дети — Ульяна и Артем. Они попали в непростую ситуацию и сегодня останутся у нас. Можно просто Лиза, — вставила та. Дочь Дениса, оглядев всю компанию, пошла на кухню ставить чайник и делать бутерброды. Сын занялся расположением гостей. Наконец, умытые и накормленные дети пошли располагаться на ночлег. Ульяна должна была спать с Аней, а Артем в комнате Кирилла. Пап, я тебе постелила в гостиной, а Лиза в твоей комнате. Лиза, вы можете воспользоваться моей пижамой, она на кровати. Спасибо, дорогая. Спокойной ночи. Когда дети разошлись, Лиза повернулась к Денису. Можно я воспользуюсь ванной? Да, конечно, — спохватился тот. Через полчаса, когда Лиза вышла из ванны, ее окликнул Денис с кухни. Войдя туда, она увидела стол, на котором стояла бутылка коньяка и несколько тарелок с нарезками. На ее удивленный взгляд Денис ответил. Нужно снять стресс. Садись. Обещаю, завтра тебя не будить, пока сама не проснешься. Они сидели почти до утра, рассказывая друг другу о своей жизни. Несмотря на поздний отход ко сну, Лиза проснулась в восемь утра. Странно, — подумала она. Вечер был таким многообещающим, но ночь не стала продолжением. Возможно, события, которые произошли, отрезвели Дениса, и он передумал быть со мной. Она решила пойти умыться и приготовить кофе. На кухне кто-то уже хозяйничал. Умывшись, Лиза пошла туда. А там вовсю кошеварил Денис. Увидев ее, подскочил, поцеловал в губы и снова отскочил к плите. Лиза присела, не зная, с чего начать разговор. — Свидание пошло немножко не по плану, — начал за нее Денис. — Нужно повторить. Лиза мысленно крикнула «Иес», а вслух спросила. — Следующие выходные? — Нет, я так долго не выдержу. — Приглашаю вас, тебя и твоих детей к нам на ужин. Во вторник подойдет? — И это не свидание, а семейные посиделки. Ну, скажи мне, пожалуйста, как я смогу тебя поцеловать? — Как-как, отвернемся мы, целуйтесь сколько хотите. Они не заметили, как на кухню зашла Аня. — Ну, что смотрите? Видно же было, что Лиза не просто хорошая знакомая. Он всю неделю как пристукнутый ходил. Улыбался. — А когда вы сегодня ночью приехали, сразу стало понятно, кто виновник папиной влюбленности. — Есть дадите? Лиза и Денис ошарашенно переглядывались. — Ну, дочь-то и у меня и психолог, — изумленно протянул Денис. — А то, — довольно улыбнулась Анна. — А ужин — это здорово. Хочу нормальной домашней еды и не то, что папа или я готовим. Так что приглашение принимается, мы придем. Денис привез Лизу с детьми домой, помог им выйти и согласился на предложение чашки чая. — У вас есть какие-то предпочтения в еде? Лиза решила узнать вкусы Дениса и детей, чтобы по максимуму им угодить. — Да мы всеядные, не парься, готовь на свое усмотрение. Что сами любите, то и нам готовь. — Если от меня что-то надо, продукты, помощь в доставке или приготовлении, говори. Лиза заверила его, что справится со всем сама. Допив чай, Денис поспешил домой. Лиза вышла его проводить. — Так как нас рассекретили, то иди ко мне. Денис притянул ее к себе и поцеловал. Вечером Лиза позвала детей, и они вместе сели составлять меню для ужина. Проинспектировали холодильник и составили список продуктов. На следующий день Лиза не осталась, как обычно, у себя в кабинете на обед, а направилась по магазинам за продуктами. Эля, конечно, пошла с ней. Лиза рассказала ей про все приключения, которые произошли с ней за выходные. — Вот ведь козел! — возмущалась Эля, узнав о пьянке Влада. — Даже я почти поверила, что он исправился. Но, видимо, Горбатого только могилы исправит. — А ты не боишься, что он под воздействием веселящей воды к тебе в дом заявится? — Ну а чего я должна бояться? Вызову полицию, да и все. — Ты, главное, детей предупреди, чтобы ему дверь не открывали. — Да, ты права. Прямо сейчас позвоню обоим. Лиза тут же набрала по очереди номера детях и строго-настрого наказала ни под каким предлогом не открывать двери отцу. Вечером, когда Лиза собиралась домой, к ней в кабинет заглянул Денис. Я тебя отвезу домой, а то ты с такими баулами не дотащишь все. По дороге Лиза позвонила сыну, чтобы вышел ее встречать. Ей не хотелось задерживать Дениса. Его тоже дома ждали. Когда Лиза вместе с Артемом вошла в дом, ее встретили огромные глаза Ульяны. — Уличка, что случилось? Ульяна указала рукой на гостиную. Не раздеваясь, Лиза прошла в комнату. Там сидела ее свекровь с поджатыми губами. Лиза развернулась, вернулась в прихожую, чтобы раздеться, затем пошла на кухню разбирать продукты. — Мама, мне тут бабушка такого про тебя наговорила. Артем решил просветить мать по последним событиям. Говорит, что это ты виновата, что отец пьет. Тебе нужно было его поддерживать, лечить и терпеть, когда он срывался, и тогда бы он меньше пил. Это поэтому у Ульяны глаза по пятаку. Лиза начала злиться. Свекровь, не дождавшись, что Лиза придет к ней и не начнет виновата расспрашивать о причине приезда, сама пришла на кухню. — Лизавета, ты считаешь это нормально? Влад из-за тебя работы лишился. — Интересно, а при чем я здесь? Я его, что ли, поила? — Он из-за тебя запил. Что ты с ним не поехала? — А почему я должна с ним куда-то ехать? — А как? Ты его жена. Ты должна, куда он, туда и ты. Мы в разводе. — Ну и что? — Подумаешь, сегодня разбежались, завтра снова сошлись. Мы десять лет в разводе. Хватит мне его уже навязывать, я давно ему ничего не должна. Да он ради тебя три года не пил, зато до этого четырнадцать лет с запоями. — Так опять же ты виновата. Нужно было его поддерживать, уговаривать, помогать. — А, то есть это я должна была, а он, получается, никому ничего не должен? — Да кому ты будешь нужна с двумя-то детьми? — Так, с меня хватит, давай, проваливай отсюда, за своим сыночком ухаживать, и чтоб ноги больше в моем доме ни тебя, ни его не было. — Еще хоть раз появишься в моем доме, напишу заявление в полицию. — Неблагодарная ты, Лизавета. — Бабушка, иди уже. Артему надоело, как она обвиняет во всех грехах маму. — Вот и детей против меня и отца настроила, зараза ты этакая. — Да ты сама нас против себя настроила, не выдержала уже Ульяна. После того, как свекровь громко хлопнув дверь и удалилась, Лиза обняла детей и рассмеялась. Дети сначала непонимающе на нее уставились, а потом тоже начали смеяться. — Так, давайте ужинать, и нужно подготовиться к завтрашним гостям. После того, как все просмеялись, сказала Лиза. — Денис, я могу воспользоваться положением твоей девушки. Лиза вошла в кабинет шефа перед самым обедом. — Конечно, пользуйся сколько хочешь, и я знаю одну приличную гостиницу, или ты предпочитаешь прямо здесь? — Так, я думала, ты интеллигентный и умный мужчина, и не позволишь себе так думать о женщине. — Я что, ошибалась? — Конечно, да. Когда я тебя вижу, у меня мысли идут только в одном направлении. Догадываешься, куда? — Какой ужас. Я лучше пойду. — Нет-нет, я исправлюсь. — Говори, чем могу помочь? — Отпусти меня, пожалуйста, с обеда домой. — Боюсь, что после работы не успею приготовить все, что хотела, а мне бы хотелось порадовать Аню и Кирилла. — Конечно, я не только тебя отпущу, но и подвезу. Спустя пятнадцать минут они были уже у Лизы дома. — Давай я тебя обедом накормлю, а то до ужина еще далеко, а ты, я догадываюсь, полноценно не обедаешь, в лучшем случае бутерброд. Лиза смотрела на Дениса, тот пожал плечами. — А давай. — Вымыв руки, Лиза поставила разогреваться суп и начала накрывать на стол. Ей хотелось поухаживать за Денисом, как жена ухаживает за любимым мужем. Хотелось ему угодить. Денис уплетал за обе щеки, как подросток. — Солнышко, да я даже боюсь предположить, чем ты нас накормишь на своем званом ужине. — Предполагаю, что после него мы у тебя останемся жить. Денис хитро посмотрел на Лизу. — Так я и не против. — Если я сейчас еще хоть на секунду останусь, то боюсь, что не смогу уйти на работу, — сказал Денис и встал. Уже в прихожей одетый, он повернулся к Лизе, притянул ее к себе и поцеловал долго и нежно. — Лиза, может, это и не вовремя, но я давно хочу тебе сказать, что люблю тебя, — произнес он, отстранившись и быстро вышел из дома. Лиза долго стояла, осмысливая сказанное. Наконец встрепенулась и кинулась готовить ужин. К приходу гостей все были в приподнятом настроении. Ульяна с Артемом с нетерпением ждали новых друзей, а Лиза волновалась и нервничала из-за признания, которое сделал ей Денис перед уходом на обед. Ужин прошел великолепно. Дети с удовольствием уплетали приготовленный ужин. Родители радовались прекрасному вечеру. Все болтали, играли в разные домашние игры и много шутили. Наконец настало время десерта. Денис, попросив разрешения удалиться, ненадолго вышел. Лиза в это время убрала со стола все лишнее и подготовила его к чаепитию с тортом и домашним ягодным пирогом. Денис вернулся с огромным букетом роз. «Дорогие мои, перед тем, как приступить к десерту, я бы хотел спросить всех вас и Лизу в том числе, согласны ли вы все стать одной семьей?» Повисло долгое молчание. Дети переглядывались между собой. Молчание нарушила Ульяна. «Дядя День, то есть ты хочешь стать нашим папой?» «А вы, Лиза, нашей мамой?» – спросил Кирилл. «Я с удовольствием. Я буду счастлива». Лиза собралась реветь. «Пап, ты бы не спешил!» Аня решила отрезвить всех собравшихся. «Прежде чем задавать такие вопросы нам, нужно сделать подобное предложение избранницы. Все-таки ты вдовец с двумя детьми, сразу взваливаешь на женщину, тоже имеющую двоих детей, себя и своих!» «Ах да, спасибо, дочка!» Денис как-то паник и произнес виновата. «Лиза, ты выйдешь за меня замуж?» «За вдовца с двумя детьми». Затем он достал маленькую красную коробочку и протянул ее Лизе. Она взяла, открыла и ахнула. Там, сверкая бриллиантом, лежало колечко, ее размера. «Ну, если дети не против быть и моими детьми...» «Лиза, мы, конечно, за!» «Ну, тогда…» «Да, я согласна!» «Всегда хотела, чтобы у меня было много детей!» «Тогда давайте прикончим торт ради такого случая!» – сказал все это время молчавший Артем. Дети разошлись по комнатам. Ульяна делала экскурсию Ане по своей комнате, а Кирилл рассказывал секреты по игре в стрелялке Артему. Денис помог Лизе убрать со стола и вымыть посуду. «Денис, ты это серьезно?» Лиза еще не верила предложению мужчины своей мечты. «Как ты думаешь, я бы мог солгать детям, и твоим, и моим? Ты думаешь, я на такое способен?» «Прости, просто я уже не верила, что все может быть так хорошо и сказочно». «Ну, так давай вместе начнем верить!» Они сидели на диване, обнявшись, смотрели какое-то кино. Дети давно спали. Постепенно кино начало отходить на второй план. оба думали только об одном, чтобы принадлежать друг другу. В двери кто-то стал нещадно колотить. «Лизавета, ты уж не пеняй, что я ногами, руки-то заняты, гостинцами. Вот, решили заехать еще раз все обсудить». Решили?» Лиза, открыв двери, кроме свекрови никого не увидела. «Владик до магазина убежал, сейчас придет. Давай, чего стоишь, на стол накрывай. Я торт привезла. Владик бутылочку принесет. Сядем, посидим. Помиритесь. Заживете, как раньше, одной семьей. Хватит тебе уже гордиться. Не молода уж. Да и мужик нужен. А Влад какой-никакой, но родной». Лиза от такой самоуверенности свекрови опешила. На выручку пришел Денис. Он стоял в дверях комнаты, и его не было видно. После всего сказанного он решил вмешаться. «Женщина, а вас не смущает, что у Лизы давным-давно своя жизнь? Вы на каком основании вламываетесь к ней в дом, когда заблагорассудится, даете указания?» «А ты еще кто такой?» – взвизгнула женщина. «Тебя кто сюда впустил? Лиза, выгоняй его отсюда!» Лиза наконец-то вышла из ступора. «С какой-то стати я должна выгонять моего любимого мужчину. И вообще, теперь это и его дом тоже. Ты что, сдурела совсем? Твой любимый мужчина – это Влад, муж твой. И дом этот – его!» Свекровь так орала, что было, наверное, и на соседней улице слышно. «Это ты, походу, с ума сошла», – тихо и выделяя каждое слово произнесла Лиза. «Твой сынок-алкаш давно не имеет ко мне никакого отношения. И этот дом тоже. Я его купила на свои деньги и уже будучи в разводе. Ни ты и ни твой Владик мне не помогали!» «Это как не помогало?» «Да я с твоими детьми возилась!» В это время с широкой улыбкой на лице зашел Влад. От него несло перегаром. Лиза невольно помахала рукой перед носом. В обеих руках он держал по бутылке крепкого спиртного. «А чего вы тут все орете?» Все еще улыбаясь, спросил он. «А это что еще за пассажир?» Кивнул на Дениса. «Пассажиры здесь ты и твоя мамаша», – потеряв всякое терпение, закричала Лиза. «Убирайтесь немедленно!» «С чего это вдруг?» Нагло улыбнулся Влад и, оттолкнув Лизу плечом, прошел на кухню. «Это мой дом!» Денису надоело все это терпеть, и он кинулся было к Владу, чтобы с силой вытолкать того из дома, но тут в дверь снова позвонили. «Это еще кто?» «У тебя тут дом проходной, что ли?» Свекровь опять пошла в атаку. «Это полиция!» В кухню вошли Артем и Кирилл. «Это мы вызвали!» «Не хотелось, чтобы из-за этого алкаша дядя Деня имел проблемы с полицией», – добавил Артем. «А то он тебе навалит, а ты вместе с бабушкой побежишь на него заявление строчить», – обратился он уже к отцу. «Да как ты смеешь, щенок», – заорал Влад, вставая со стула, но в кухню в этот момент вошла полиция. Девочки Ульяна и Аня тоже не теряли время даром. Это они открыли дверь. Два часа ушло на то, чтобы полиция во всем разобралась, написала протоколы, приняла заявление и объяснение и, забрав скандальную парочку, маму и сына, удалилась в освояси. Лиза, Денис и дети стояли на кухне и смотрели друг на друга. «А давайте пить чай», – нарушила молчание Лиза. «У нас еще осталось немного торта и пирога. И конфеты с мармеладом. А я бы вообще поел», – поддержал ее приглашение Кирилл. «Ну, тогда предлагаю разогреть все, что осталось с ужина, и еще раз поужинать. Девочки, помогайте», – весело крикнула Лиза. Все засуетились. Накрыли на стол, разогрели еду, перемешали салаты, вскипятили чайник. Поев, долго сидели и чаевничали, болтали, рассказывали всякие смешные истории. Первая начала клевать носом Ульяна. Буквально засыпала за столом. «Так, детки, давайте собираться», – Денис хлопнул в ладоши. «Куда собираться? Я вас никуда не отпущу, поздно уже», – возмутилась Лиза. «У нас всем места хватит, сейчас всех разложим. Дорогая, им завтра в школу. Ну, ничего страшного, утром все встанут, умоются, позавтракают. Ты их увезешь сначала домой собрать портфели, а потом в школу. Мои встанут, как обычно, и вполне самостоятельно доберутся до школы. А сейчас, пока вы соберетесь, пока доедете до дома, пока поукладываетесь спать, потеряете минимум полтора часа драгоценного сна, так что никаких поехали». Денис кивнул всем своим видом, показывая, что полностью подчиняется решению Лизы. Она быстро разложила детей по местам, выдала им пижамы, показала, где что включается, если вдруг ночью что-то понадобится, и, пожелав им спокойной ночи, вернулась к Денису на кухню. Пока она убирала со стола, омыла посуду, Денис наблюдал за них и о чем-то думал. Когда закончила, встал, подошел, обнял. «А меня ты куда на ночь определишь?» Глядя ей в глаза и слегка улыбаясь, спросил. «А куда бы ты хотел?» Она тоже посмотрела ему прямо в глаза. «Думаю, ответ очевиден. Хочу провести эту ночь...»